Не вынесла душа. Так объяснил свое появление перед телекамерами политолог Эдуард Волков. Действия нынешнего руководства Молдовы вынудили писателя и политического аналитика, долгие годы остававшегося в тени, встретиться с журналистами. По его мнению, то, что произошло в апреле прошлого года, не что иное, как часть спланированного сценария по осуществлению государственного переворота в Молдове. В биографии Эдуарда Волкова, автора целого ряда политических эссе, в числе которых и книга «Откровенные диалоги», в которую вошли мысли и высказывания первого президента Молдовы, это пресс-конференция всего вторая, практически о наболевшем. Как было сказано, его уход в тень связан с вытеснением из политики Мирчи Снегура. Вот в этой книге здесь есть главка, как продали место Снегура в списках Альянса Молдова-Носра. Со мной судился, я называл человека, который приобрел это место, со мной судился. Но выяснил, что он не знал, что это место принадлежало, обещано было унтилой Снегуру, и поэтому он, а деньги он платил в избирательный штаб. Главная причина выхода политолога к телекамерам все же не это, а высказывания и действия нынешнего руководства страны. Мне просто допекли некоторые высказывания Михаила Гимпу и неправильные анализы событий 7 апреля, искаженные по моему представлению. И то, что сейчас власти начинают поднимать одни дела, но в то же время почему-то не заводят уголовные дела по пучу, погромам и поджогу, который был 7 апреля. Эдуард Волков выразил недоумение отсутствием серьезного разбирательства и законной юридической реакции со стороны Генпрокуратуры и МВД в отношении участников апрельских событий 2009 года, громивших здания парламента и администрации президента. Политолог напомнил, что никто не отменял соответствующие статьи Уголовного кодекса. Массовые беспорядки. Статья 285. Уголовный кодекс Республики Молдово. Раз. Дальше. Посягательство на жизнь сотрудников полиции. 350-я статья. Дальше. Статья 358. Организация или активное участие в групповых акциях, грубо нарушающих общественный порядок или вовлечение в них несовершеннолетних. По мнению политолога, налицо политика двойных стандартов. Нынешний глава МВД, занятый поиском виновных в событиях апреля прошлого года среди своих подчиненных, поставил их в положение преступников. Почему ты не заботишься о своих сотрудниках? Почему по отношению к этим лицам, которые легко применить, установить, не применяется вот эта статья? Но я не понимаю, почему министр не защищает своих собственных сотрудников. Будут какие-либо беспорядки, они уже будут бояться, как следует отстаивать порядок. Потому что будут знать, их будут избивать и никто не будет их защищать. Значит, лица, которые совершили преступление, они должны указывать, чье указание они получили. И в этом случае, если они действовали строго по указанию, которое им давало или приказу министра, значит, орган уголовного преследования должен привлечь к ответственности того лица, который дал эти команды. Действием, направленных против государства, назвал политолог решение либеральных властей по героизации участников апрельских погромов. Называть героями страны тех, кто требовал ее уничтожения, подрыв суверенитета, считает Эдуард Волков. С моей точки зрения, каждый камень, который был брошен в парламент, это плевок каждому лояльному гражданину Республики Молдовы. Мы не должны забывать, что произошло 7 и 8 апреля 2009 года, и никого из тех, кто сражался за свободу и подвергался пыткам. Безжалостной критикой обрушился политолог и на учреждение так называемой комиссии ГИМПУ, комиссии для изучения и оценки коммунистического режима в Молдове. ГИМПУ своим вот этим указом о создании комиссии, он продолжает раскалывать общество. Станислав Выжга, Иван Заплитный, телекомпания НИТ.